Привет всем любителям физики и физического эксперимента! С вами Андрей Щетников и буквально сегодня я получил письмо от нашего подписчика Ивана Ковалева, который снял на днях очень красивый ролик с одним любопытнейшим опытом. И, между прочим, короткая версия этого ролика набрала уже миллион просмотров, уйму комментариев и люди не верят, что такое бывает. Сейчас мы посмотрим, что там происходит, а после обсудим, как Иван нас и попросил. И в этом опыте Иван бросает стальной шарик от шарика подшипника на стальную же наковальню и шарик прыгает на ней совершенно вертикально, нисколько не отклоняясь в сторону, как будто его на этой вертикали что-то удерживает. И некоторые люди писали, что тут наверное есть магниты, но понятно, что никаких магнитов здесь нет. А есть Иван это совершенно верно отмечает. Небольшая, почти незаметная глазу, впадина на поверхности наковальни, которая образовалась от долгого ее употребления. Я сначала думал, как бы мне такой опыт воспроизвести здесь, но ничего подходящего не нашел. И сказал себе, ну у нас есть программа Алгуду и мы сейчас возьмем и все эти явления в ней промоделируем. И я начал с того, что отпустил шарик внутри полой сферы с высоты равной ее радиусу, чуть отступив в сторону от центра. По условиям модели, потери энергии при ударе здесь отсутствуют. И мы видим, что движение шарика немедленно сделалось хаотическим. И похоже, что он побывает во всей нижней половине, ограниченной сверху горизонтальным диаметром. Ведь выше он не может подняться в силу закона сохранения энергии. Во втором испытании шарик отпускается с высоты в 0,7 радиуса сферы. Движение снова получается хаотическим. Никакой фокусировки нет. И кажется, что наша ситуация пока что никак не улучшилась. И кстати, я не знаю, на что списывать эти странные заскоки шарика внутрь материала сферы. Будем надеяться, что это относится к ошибкам рисования, а не счета. И испытание третье. И теперь шарик отпускается с высоты в половину радиуса сферы. Видно, что ситуация радикально поменялась. Хаотическое движение сменилось регулярным. И траектория шарика вовсе не собирается закрашивать всю область, доступную в силу закона сохранения энергии. При каждом очередном прыжке шарик перелетает с правой половины на левую, или с левой на правую. И возможно, что это и есть удобный критерий регулярности его движения. Уменьшим стартовую высоту до 0,3 радиуса. И фокусировка шарика стала еще более четкой. Он прыгает вблизи вертикального диаметра сферы и никуда от этого диаметра не отклоняется. И понятно, что в исходном натурном опыте радиус кривизны вмятины был весьма большим. А шарик прыгал на относительно небольшой высоте. Так что условия фокусировки его движения были соблюдены. И я хочу поблагодарить Ивана за отличный материал. Когда вы нам такой материал подкидывайте, мы очень вам благодарны. Ну а сама задачка порождает разные вопросы. Например, а что будет, если выемка, на которой прыгает шарик является не сферической, а угловой, будет ли шарик стабилизироваться внутри такого углубления. Теперь здесь нет характерного вертикального масштаба. И я запустил шарик так, чтобы он каждый раз перепрыгивал на другую сторону. Но смотрите, вот эта перевернутая парабола и вертикальные взлеты, они все время сдвигаются вправо и вправо. Подождем еще немного, и похоже, что сейчас произойдет непоправимое, потому что шарик ударится о свою сторону, а в результате отскочит далеко влево. Мы подождем еще немножко, пока что все воспроизводится, еще чуть-чуть, а вот теперь шарик снова падает на свою сторону и улетает за границы испытательной площадки. И таким образом, вот такое компьютерное моделирование дает нам возможность приобщиться к весьма непростым задачам стахастической динамики и что-то понять в этой науке. А сейчас я хочу с вами попрощаться, пишите свои комментарии и спасибо вам за внимание! Субтитры создавал DimaTorzok